Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. По собственному желанию, проект покинула новенькая Олеся Черкова. Она приходила кроме Гриценко. Она говорит, что там всё по сценарию. У неё же были реальные чувства, кроме... Она считает, что у Ромы отношения с Ольгой Бузовой. Они постоянно переглядываются на Лобном, заигрывают. Бузова постоянно подвозит его на своём автомобиле. Влад Кадони в прямом эфире заверил своих подписчиков, что на проект Маши Кахно и Дима Дмитренко никогда не вернутся. Времена, когда старичков возвращали на шоу, уже в далёком прошлом. Ну а Дима с Машей собираются лететь во Владивосток для проведения мероприятия. Телезрителей возмутил один из фрагментов нового эфира «Дома-2». А именно развязные танцы Андрея Денисова, Рая Чебаняна и зажатой между двумя парнями, висящей вниз головой Маргаритой Овтяниковой. Это был даже не танец, а некая имитация полового акта. Все трое получали явное удовольствие от подобного разврата. Никиту Джигурда, который по задумке организаторов должен был стать ведущим нового проекта «Адский остров», не пустили на Сейшелы. У него возникли трудности на границе, поэтому временно Либерша стала вести «Дом-2». Ольга Бузова снова разочаровалась в ком-то из своих подруг. Она написала пост о том, что подруга оказалась фальшивой. Ей больно, но она справится, это не впервой. Ксения Бородина, которая, к слову, проигнорировала концерты Бузовой в Питере и в Москве, тоже написала пост о дружбе. Она написала, что у нее почти нет друзей в шоу-бизнесе. Есть люди, с кем она общается, кого уважает, но подруг там точно нет. Она не верит в такую дружбу. Бородина не потерпит рядом лицемерных, лживых людей, у которых кроме выгоды в глазах и сердце ничего нет. Некоторые бывшие участники проекта встречаются вместе, несмотря на разницу в возрасте. Это Марина Африкантова с мамой Маша Кахно, Дима Лукин и Ирина Донцова. «Дом-2 дружит за воротами», – пишет Татьяна. «Все, кого выгнали, все кучкуются, а почему бы и нет». Ваня Барзиков встретился с Сергеем Захаряшем и Лилией Четрару в баре «Облака». Роме Капаклы на днях исполнилось 19 лет. Татьяна Африкантова продолжает настаивать, что ему на самом деле 27. «У Ромы день рождения», – пишет она. «Он родился 6 ноября 1990 года, и все мы его дружно поздравляем». Африкантова-старшая настаивает на том, чтобы дочь подала в суд на Андрея Чуева. «Мы будем подавать в суд на этого лживого человека, который обобрал нашу дочь до нитки. Чуев, жди гостей из Магадана, готовь деньги». Вика Романец занимается бизнесом. В январе следующего года она открывает свою студию по наращиванию ресниц в родном городе Донецке. Она заманивает потенциальных клиентов на открытие. «Будет очень крутой фуршет, у вас появится возможность попасть на телевидение и сделать селфи со мной». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.